Можно восхищаться, но, с другой стороны, когда Наймар не забивает, выходя один на один, это неправильно. Это неправильно. Футбол – это игра, в которой важны голы. Я думаю, что даже Вадим Евсеев это подтвердит. Поэтому, безусловно, забить очень важно Наймару сегодня, как, собственно, саму Парижу. Желтая карточка. Бернато. Вот за этот фол на Марио Пашаричи. Сапата. И нарушение правил. Ну, явно шел на фол Сапата, понимая, что он прижат, но вот этот штрафной максимально выгоден Аталанте. Фалил Кимбемпе, да нет, скорее Бернато. Кстати говоря, именно испанец, уже имея живутую карточку, пошел нарушать правила. Скамейка, скамейка Аталанты. Это Ангел Ди Мария, который пропускает матч из-за перебора желтых карточек. Ну, а другой аргентинец, Алекандро Гомес, будет исполнять стандартное положение. Все, абсолютно все стандартные исполняет. Алекандро Гомес, подача. Дерон, удар поворотом. Ух ты, Мартин Дерон. Маркин, удар поворотом. Маркин, удар поворотом. Ух ты, Маркин, удар поворотом. Тедр на вас. Рера. Икарди. Мяч сохранил и перевол. Атаку на левый фланг уже. Где Бернат. Но нет, скорости, скорости не хватает. Конечно, физическая подготовка Аталанта. Аталанта тоже отдельная история, о которой, наверное, надо книги писать, потому что как команда готова весь сезон, это что-то невероятное. Кстати говоря, как в Италии пишут, утверждают, вот дисциплина и физподготовка здесь учителем у Гасперини является Лобановский. Именно у него, именно от него он брал основные принципы, дисциплины и физической подготовки своей команды. Желтая карточка. Андререра. Догоняет так Бариж по предупреждению Аталанта. Андререра вслед за Бернатом получает справедливую. Справедливую желтую. Ну и снова. Снова штрафной удар. Фроллер на этот раз именно. Он подает удар поворотом. Забить можно же! Как же так? Как же так Аталанта? Снова какая-то паника. Нездоровая у пассажиры в обороне. И вот так, по сути, сбрасывая мяч на противоположный угол вратарской. Аталанта вывел Джимшити просто на идеальную ударную позицию. Неймар! Включает скорость. Пас неудачный. Гозенс. Можно, можно играть. Сапата. Неймар. Снова притягивает всех себе мячей. Неймар. Неймар оббегает Джимшити. Неймар в штрафной. Нет, его вот аккуратно выгоняют из своей штрафной защитники Аталанты. Геррер бьет соперника. Снова Неймар. Еще одна подача. Кайдара головой. Сарабия. Икарди. Ну, это не удар. Это вообще не удар от Мауро Икарди. Двойная замена. Двойная замена. Иеруслан. И кто же тут еще? Кириан Мбаппе на поле выходит. Которого так ждали. Но терять уже нечего. Эти полчаса для Парижа определяющие. Так, Малиновский. Сначала Руслан Малиновский. Вместо Гомеса. Да, видимо, у нас уже есть повреждения у Алехандро. Видимо, также накопилась усталость. Но это потеря. Это потеря каким бы ни был крутым Малиновский. Он действительно очень крутой. Но Гомес это нечто особенное для Аталанты. Игорь Негода.